российские приборы изучат марс их установят на европейском орбитальном аппарате международная экспедиция экзамарс стартует в начале будущего года и обещает стать новой вехой в исследовании красной планеты такие большие миссии конечно лучше осуществить в корпорации потому что тогда получается вот две стороны могут поднять довольно большую задачу и тяжелую задачу решение о совместном изучении марса европейское космическое агентство и роскосмос приняли два года назад иностранные аппараты полетят на российской ракете-носители протон с космодрома байконур путь до марса займет 9 месяцев ученые специально выбирали так называемое окно для полета время когда красная планета ближе всего расположена к земле в первой экспедиции полетят два аппарата один модуль демонстратор названный в честь итальянского астронома ски аппарелли он должен совершить посадку на красную планету пока для отработки технологий без науки я держал бы впервые усуществить успешную посадку на марс и испробовать так сказать все такие технологические моменты и тот опыт который мы получаем в шестнадцатом году при посадке мы будем использовать уже для более сложной задачи для миссии восемнадцатого года а вот второй аппарат тиджи о с конкретными научными задачами будет работать на орбите марса изучать атмосферу с помощью российских приборов мы хватаем свет который проходил через атмосферу марса каждый газ поглощается строго на своих длинных волны это наука точная фокус в том чтобы детектировать этот свет и разложить его чтобы каждая длина волны была отдельно тогда мы видим а на этой длине волны света мало значит он поглотился значит это был вот такой-то газ в институте космических исследований демонстрируют один из приборов в лаборатории его называют просто отцы с в действительности это сложный комплекс спектрометров когда-то атмосфера марса была такой же плотный как на земле сегодня сильно разрежена и до сих пор мало изучена одна из загадок наличие метана на земле этот газ в основном биологического происхождения а вот на марсе то ли это признак неземной жизни то ли особенности геологии как раз и выяснится о измерению так называемых изотопных отношений углерода можно делать выводы о том какую природу имеет метан но в общем большинство конечно склоняется что это если он там и есть то это некие природные источники хотя как таковой вулканической деятельности на марсе нет еще один прибор с дружественным названием фрэнд детектор по улавливанию нейтронов на поверхности марса фрэнд также установит на орбитальный зонд с его помощью планируется найти районы с наибольшими запасами воды у нас есть четыре основных детекторы которые являются гелиевыми щетчиками они измеряют эпитепловые и тепловые так называемые нейтроны это диапазон энергии просто их в центре находится еще один детектор стенсионный кристалл который измеряет нейтроны высоких энергий прибор летает вокруг марса смотрят вот этим направлением на планету и обрабатывает поступающий сигнал мы видим количество отсчетов нейтронов в данной точке и энергию этих нейтронов чем меньше нейтронов тем больше воды потому что вода термализует и затормаживает нейтроны в грунте марс по-прежнему вдохновляет ученых слишком много общего с землей есть времена года и таяние полярных шапок когда тепло и даже выпадает снег правда из углекислоты есть там и вода на марсе то что измерил хэнд очень большое содержание воды иногда присутствует до десятков процентов процентов эквивалентно массы водорода в грунте это достаточно много по сравнению с луной например где сигнал который мы получаем очень небольшой там 5-6 процентов массового эквивалента воды то есть марс в этом плане достаточно удачен особенно на полюсах где вот это вот содержание воды она доходит до десятков процентов второй этап российско-европейского проекта экзомарс стартует в 2018 году на красную планету уже приземлиться десантный модуль с ровером на борту марсоход пробурит грунт на глубину до двух метров и проведет химический анализ ученые надеются именно по итогам миссии экзомарс дать ответ на неизвечный вопрос была ли а может есть жизнь на марсе хотя после каждой экспедиции вопросов становится только больше